Держалась моя душа. Поехали в русский магазин. Не могу я отпраздновать Новый год без икры. Захотелось. Я не помню, когда мы были уже в русском магазине. Очень долго, но несколько месяцев точно не были. Поэтому очень захотелось. И попали как нельзя. Кстати, конечно, накупили больше, чем нужно, больше, чем хотелось. Но неважно. На Новый год без вкусняшек из России или по рецептам нашим детства. Не знаю, не хотелось бы Новый год отмечать. Быстренько вам покажу. Цены, на что помню, назову. Нет. Буду просто вам говорить. Взяли первый раз вот такой вот соус для пельменей. Очень такая милая бутылочка. Попробуем. Стоил, по-моему, 11,9. Это, как всегда, наши излюбленные от погребу Кобра. Мы взяли две баночки и Хреновина. Хреновину ем я. Она пикантная, но не такая, как Кобра. Кобру ест большинство муж. Аджика. Горчица. И такой же мы взяли хрен. Уже убрала в холодильник. Не буду уже теперь ее доставать. Тоже фирма Махеев. Очень вкусная. Просто. Очень нам нравится. Вообще. И удобно так выдавливается все. Не как в железных. Мне кажется, такие железные, когда упаковки металлические, не так совсем удобно выдавливать. Давишь, давишь уже. А здесь так очень удобно. Классно. Мы уже брали пару раз. Первый раз в Костильне с родителей. И потом мы стали с вами покупать. Провансаль. Конечно, как же без него. Джин. Тоже очень вкусные семечки. Очень нам нравятся. Самые, на наш взгляд, с мужем это самые вкусные семечки. Огурчики. Вот такие классные. И дешевым чем в Лидли Валде. Три. Нет. 2,99 стоил килограмм. Производство Турции. Мы уже парочку попробовали. Очень вкусные. Сочные. Прям нежные. Молоденькие огурчики. На камеру выглядят желтоватые. На самом деле, они очень-очень зеленые. Ну, конечно же, не удержалась я. Конфеточек взяла немного. На новогодний стол. Тоже давно не покупали. 11 евро стоит килограмм. Вот таких вот конфет. И батончики, которые стоили 5,90. Раньше они, ну, может быть, на Новый год так задрались. Не знаю. 8,90. Батончика взяли около полукилограмма. Очень любит их сынулька. Ну, и мы сами любим. А эти по 11 евро. Понемножку взяла всяких. От разных кондитерских фабрик. Вот такая вот птица счастья. Конечно, красный октября. Аленка. Трюфели разнообразные. Просто брала классические. Потом вот это вот Соната. Дальше. Вот такие трюфельки. Тоже классические. Конечно, каракум. Красная шапочка. Больше, по-моему, все. Нет ничего. Несколько сортов я взяла. То, что на меня смотрела. Такие, знаете, как трюфели, которые вокруг с вот этими воздушными, как называется. Такие пузырьки облепленные, как типа кормфлекса, что такое хрустящее. Не знаю, не очень нравится. Не именно как кормфлекс, как вот родные просторы, да. А именно, как сказать, пузырьки такие, знаете, такие круглые шарики. Шарики, вот. Не знаю, не люблю, не очень люблю. Напишите, девочки, сколько у вас в русском магазине стоят самые дорогие конфеты. Вот такие вот именно вот от Красного Октября. Вот такие вот. Просто интересно. Как уже сказала, икра. Без икры никуда. И именно вот эта вот икра. У нас там такой холодильничек у них в магазине. Сами нельзя брать. Подозвала девушку. Какой он с ноги будет. И смотрю, ценник. Здесь, значит, сейчас вам скажу. Сколько? 400 грамм икра у вас все ваялосо. Все ваялосо. Это 17 евро. По-моему, это дешево. Мы взяли пару банок. Очень вкусная икра. Уже открыли одну банку. Кушали. Возьмем путерботики. Новогодний стол мы по 17 евро. По-моему, это выгодно. Корюшка. Корюшка сушеная. Ну, это, конечно, не новогодний стол. Так взяли. Захотелось. Дальневосточная. Не только Дальневосточная. Я обожаю. Посмотрим, сколько стоил килограмм. Сейчас я тоже 30 евро килограмм, что ли. Вот это, да. 30 евро килограмм стоит. И вот эти вот брюшки тоже 30 евро килограмм. Не брюшки, а спинки, по-моему, да. Сынульки взяли. Очень вкусные. Любит он иногда покушать. Укроп. Петрушка. Как же бездельный, конечно, никуда. И огромные такие пучки. Стоит намного дешевле, чем в других магазинах. Халву взяли на развес. Вот это вкусная подсолнечная халва. 1,56. Здесь почти полкилограмма. Муж захотел печенье овсяное. Но это с семечками сенами подсолнуха. Я такое еще ни разу не пробовала. Просто знаю, что классическое или есть в шоколаде. Гречка довгань вкусная. Печенье. Вот это бы мука. Этикетки я уже брала. Тоже уже пили чай. А для Нэш нам нравится больше всего зефир. Это со вкусом сгущенного молока муж взял. И шоколадное обычное. Это взяли. Тоже будем чай пить. Чай вдвоем. Посмотрите, какой здесь чай вдвоем. Лимонные и апельсиновые дольки. Очень классные. Вкусненькие. Смотрите, какие аппетитные. Еще раз печенье, что я выложила. Два раза не заметила. Это вообще обожаю. Тоже все нам с Дальнего Востока прислали родственники. Увидела капусту Дальневосточную. Все схотела. Стоило что-то. То ли ура 9, то ли ура 19. Но уже открыла. Не совсем, конечно, то, что в детстве. И там немного сахара, немного соли. Лук не такая, как раньше была. Но все равно вкусно. Продолжение нашей закупки. Взяли пельмешки. Может быть на первое число или на второе. Лакманские мы берем. Только другие мы берем домашние сибирские. А эти взяли на пробу. Они стоят дороже. Практически по 7 евро упаковка. Здесь только с говядиной. Я не видела, что они только с говядиной. Быстренько схватили. И поскакали. Мне больше нравятся смешанные. Но не важно. Эти свинина и говядина. Пельмени. Они все маленькие. Эти элитные. А эти имперские. Будем надеяться, что вкусные. Помидорчики, огурчики. Как же без них. Выбирали вот эти от Тодорка. Вот от этой фирмы. По-моему неплохие. Взяли вот такие черри помидорчики. Вот захотелось маленький на стол. Брали. Там были острые. Брали, чтобы все вы смогли кушать. Не острые. Потом огурчики. Крупные одни взяли. Тоже не острые. И одни домашние. Не могли решиться, какие нам нужно. Взяли две. Сынки-пельмешки. Такие взяли на пробу. Детские пельмени. Эта пачка стоила 2,49. Это я помню. Колбаска кремлевская. Краковская. Очень вкусная. Здесь 650 грамм. Стоило 6,79. Яблочки стоили 1,39. Мы взяли там два разных сорта. Были такие вот темные и посветлей. Стоили одинаково. Я их в один мешок сложила. Запах неимоверный. Ну и вкус. Очень вкусный. На южном магазине яблоки. Ряженка. Тоже очень мы любим. Здесь написано килограмм. Мама стоила. Дорого меньше евро. Раньше была полулитровая. Такая полулитровая. Такой. Такой стаканчик пластмассовый. Пластиковый. Сейчас новая упаковка. Это мама сказала. Говорит, есть в таких вот бутылках. Новая упаковка. Ну и по-моему фирма. Новая. Смотрите, нежная и густая. Будем пробовать. Взяли две. Еще не открывали. Сырок грузинский. Хотела слугу, но потом увидела вот этот вот сыр грузинский. 500 грамм. Уже в Lidl не поехали. В прошлый раз забыли купить кошкова, который мы очень любим. Сынульки. Творог. Сказка. По-моему 30% да. И сметанка такая же. От Лакман колбаска. Ливерная с чесноком. Хуторянка. Тоже нам нравится. Именно такая вот она меленькая. Есть там гроб, но это именно такая вот файн. Сосисечки молочные. Смотрите, наверное есть цена. Да. 450 грамм. 3,33. Кровые палочки. Они около евро стоят. Взял тоже четыре упаковки. Или может быть салат сделала, может быть так. Будем просто кушать. Наши сынулька у нас их любит. Девочки взяла холодного копчения. Хотим сделать рыбную тарелку. Форельку. Форельку. Она вытянула на 3,36. У нас сейчас сейчас возьмем. Небольшая форелька. Накрывать на стол. Буду покажу вам. И, как всегда, мокрые. То есть кумбрию. Вытянула 277. И вот такой вот кусочек. Мосось копченый. Были хвостики. Но у него хвостика это не очень-то такое прыжко. Здесь цена тоже, смотрите, 28 евро. Этот кусочек потянул нам на 9 евро 18 центов. Здесь, да. 328 грамм. Ну и еще такой огромный мешок картошки мы купили. Здесь 8 килограмм. Стоило 3. 3 с небольшим. 3,29 по-моему. Вот такая вот наша закупочка. Русского магазина. Всех с наступающим Новым Годом. Поздравляю от всей души. Всего самого вам замечательного. Спасибо, что оставались и в этом году с нами. Всех любим, целуем, обнимаем. Крепкого здоровья. Всего самого-самого вам наилучшего.